Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях генеральный директор туристической компании Феерия Игорь Захаренко. Речь у нас пойдет о неизведанной Албании. Белое пятно на карте туриста, как я говорю. Добрый день. Доброго дня. Вопросов было очень много после фотографий, опубликованных в Фейсбуке. Это приятно, это интересно. Поговорим об Албании. Марина задает вопрос. Очень хочется отдыха у моря в тихом, по возможности, немноголюдном месте. Главное, чтобы было чистое море и красиво вокруг. Можно ли такое найти в Албании? Сколько приблизительно будет стоить отдых на двоих на неделю с авиаперелетом? Масштабно. Я должен сказать, что Албания – это сказка, Албания – это рай. И в Албании есть два моря. Есть неизментированные курорты, неизментированные пляжи. Кто хочет, выбирает песочком. Кто хочет, галька будет. И море, звичайно, надзвичайно привабливое, чистое. Людей не много, особенно сейчас. Если кто-то хочет поездить без людей, то, звичайно, нужно ехать сейчас. Вот в червне месяце, або ж уже в вересне месяце, когда немного разъедутся. Но у нас все туристы хотят ехать в липне или серпне. Но, вы знаете, есть еще один большой плюс. Например, албанцы купаются, когда спекают. А наши туристы любят купаться врань. И, получается, наши приходят на пляж, когда еще никого нет. За зонтики, за лежаки не нужно бить, как на курортах Египта или Туречки. Хотя там тоже такого сейчас нет. Потом, когда спекают, наши туристы идут на отдых, ездят, поспать. В этот раз выходят, например, в длительные местные. Ну и потом снова наше вечеринку. Поэтому людей много не будет. Далее. В Албании нет русских туристов. Практично нет. Едут скандинавы, голландцы, американцы, німцы, поляки, словаки. Поэтому нашим туристам будет очень комфортно. Сколько будет стоить отдых на неделю? Я хочу сказать, что если на неделю летите, то это только с пересадками, чартерные рейсы, которые мы делаем, это только на 11-12 дней. Поэтому лучше лететь на 11-12 дней. Вылет и понеделок, четверг. И путевки кошка от 299 долларов на людину за 11-12 дней с перелетом, трансфером, убезпечением жизни и проживанием в отеле. Конечно, чем лучше умовить, то будет дороже. Но на 20 и на 30 червня мы делаем очень хорошие предложения. Проживание в отеле – это подразумевает пляжный отдых. У вас еще есть экспресс. Так, можно выбрать будь-який отель, будь-який курорт. И вы там подпочиваете. И потом за нагодой или желанием вы можете поездить на экскурсии. Можете взять машину на прокат. От 25 долларов в день коштует машина на прокат. Также можно поездить в экскурсийный тур. Потому что если познакомиться лучше с страной, то лучше поездить на экскурсийный тур с отдыхом. Называется «Балканский экспресс». И там основные курорты можно посмотреть. Дуриц, и звезды поездить на экскурсии. Шкодер, Круя, в горы подняться. Дайті, можно даже поднять фьорды. Правильные фьорды можно посмотреть. Это озеро Кома. Также Аполония. Это уже античность. Можно посмотреть православный храм. Дорогою 14-го столетия. Также место в Льоро. Там покупаться на море. Местечко глянуть. Даже поездить Карабурун. Півостров поделиться. Это такое райское место. Я, например, еще туда не добрался. Туда хочу поездить. Потом Борщ. На икраинский курорт, мабуть, в Албанії. Ну и потом еще Саранда. Відпочинок в 4 дни. Там тоже звезды ездим на экскурсии. И Бутринт, памятник ЮНЕСКО. Можно на Корфу поездить. Правда, надо иметь визу. Ну и потом Блокитное Око, Джиро Кастре, Берат. Теж памятник ЮНЕСКО. И еще Поградец. И есть нагода поездить на экскурсию в Македонию. То есть такой тур, он сейчас стоит только 599 евро на 11 дней. И такой тур будет 20-го червня. Еще можно стыкнуть. Тем не менее, что там выходных много будет. Ну а потом только восемь будем делать экскурсийные тури. То есть влитку только пляж не отдыхают. И за нагодой, кто хочет поехать, они отдыхают на море и за нагодой ездят на экскурсии. Да, если они хотят. Багато наших туристов, они просто берут машину на прокат и гоняют по Албані. Это европейская страна. Вильная, безопасная. Тому дороги хорошие. Албанцы милые, привидные люди. Они всегда помогут. Так что можете смело вирушать такие мантры. Сколько примерно стоит прокат автомобиля? Прокат автомобиля десь в 25 долларов в день. Но вы должны помнить, что если вы будете ехать в Албаню влитку, то влитку, в липень, серпень, то завчасно нужно бронювать автомобиль. Потому что туристов достаточно много. Автомобилей, возможно, еще не так много. И чтобы не остаться без автомобиля, нужно завчасно бронювать. Хотя, знову ж таки, албанцы такие милые, привидные люди. И часто властники в отеле, где зупиняются наши туристы, они отдают свои машины. Кажут, да, едьте. Скажи только, когда едьте, там заправите машину, нам ничего не нужно. То есть очень милые, привидные люди. Чи надо упомянуть, что виза не нужна для Украины? Аубаня – это безвизовая страна. Летели только 2 часа. Вилет из центра Киева, аэропорт Жуляни, аэропорт им. Сикорского. И буквально 2 часа летите до Тирани. А с Тирани потім уже разъезжаемо на курорты. До Дуриса перший курорт – это буквально 40 хвилин. Наступный курорт в Льора, где встречается Адриатичное и Ионичное море, ехать где-то 2-3,5 часа. И до Саранды где-то 5 часа. Но эти 5 часа нужно бояться. Это дорога в рай. Вона очень красивая, очень красивая. И туристы, которые отдыхают в Саранды, которые уже побывали там, то они вспоминают про эту дорогу, ну, как про такую экскурсию. Потому что действительно очень красивая дорога. Вот идти очень быстро, потому что, как я шуткувала, я из Троечкина в Жуляно ехала дольше, чем летела до Албании. Так, так, так. Ну, так и есть. И очень быстро контроль проходим. Аэропорт Жуляни очень удобный. И туда и назад маленький контроль. Очень быстро, в Албании тоже очень быстро все проходит. И действительно, это безвизовая страна. И еще без братов. Это очень важно. Потому что для наших туристов много вопросов. Вот про такой отдых. Интересный вопрос от Марины. Многие туристы любят ездить по системе «Все включено». Есть ли подобная практика в Албании? Сколько стоит средний чек на обед, ужин в ресторане? В Албании есть только несколько готелев, которые работают за системой «Все включено». Но мы рекомендуем и рекомендуем туристам брать минимальное харчование, например, это снеданок. А если есть апартаменты вообще без харчования, то лучше брать без харчования. Почему? Вы знаете, много людей, когда едут на «Все включено» или, например, на «Все включено», они боятся проспать снеданок, потому что это же включено, за это заплатено. Понимаете? Это хвороба уже психологичная. А вместо того, чтобы спать и отдыхать, они должны бегать на этот снеданок. Далее, если, например, вечеря, обед тоже привязан к этих обедям. Поэтому лучше в Албании брать без харчования или максимум снеданки. Есть много ресторанчиков. Можно ездить в Албании даже за 1 евро. Это такие три кусочки рубленого мяса и с пилом. Это 1 евро. Есть потом такие бреки, как накрытая пицца, где-то 10 гривен. Можно хорошо ездить за 5 евро, за 10 евро. Это очень-очень хорошо ездить в Албании. Албанія недорогая страна, все очень вкусно. Я думаю, что гастрономические тури нужно делать и в Албании, и мы делаем гастрономические тури. Багато морепродуктов, фруктів, овощей. Все свеженькое. Мясо очень вкусное. И чтобы помнить, что в Албании законодательством заборонено использование химических средств для выращивания продуктов харчования. То есть все эко, все био, все очень вкусно. А главное, вот главное, очень-очень вкусно. Но потом будет проблема, когда вы приходите в Украину, в Киеве, и потом вам будет не хватать наших продуктов. Вы знаете, я на днях зайшел в супермаркет, хотел купить перец в Албании. В Албании 8 гривен зеленый перец и килограмм коштует. Я там что-то взял, и вместо того, чтобы перец взбивать, я вдуваю в Албании. Где лучше что кушать? Например, на берегу моря, я так понимаю, лучше кушать морепродукты. Если в горах, что уже? Ну, конечно, знаете, как местная кухня, местные продукты. На березе моря найкраще, найкраще это морепродукты. Тем более так, если есть рыба свежая, то она есть. Если нет рыбы, то ее нет. И говорят, ну, нет сегодня уже. Вот будет завтра свеженько выловлено. И вот тоже так часто заходим в ресторан на березе моря. О, а что можно рыбки поесть? Сейчас поднимемся. Ситочку так раз моря. Вот, скажут, есть Сибас. Там есть Дорадо. Там где-то на полкилограмма будете? Да, будем. В ресторанах на березе моря також и мясо. Дуже ягнятко смачное. Свинина взагалі дуже дешево коштує. Ну, а в горах, в горах, звичайно, это в основном мясо. И треба от ягнятко в таком кефире. Козлятина дуже-дуже смачная. Я мясо не ем взагалі уже майже три роки. Але в Албанії я обовязково трошки смакую, пробую мясо. Ну, дуже-дуже смачное. Ну, и, звичайно, морепродукты. Это миди. Також, ну, вот, риба – это Дорада. Это барабулька. Какая смачная барабулька. Також, ну, Сибас Леврагда, я сказал. Потом всякие восьминожки, креветки. Особливо там в Сарандии, там, из Ксамиля. Креветки из Ксамиля, они такие маленькие. Вот, их, когда так засмаживают, можно есть полностью. Да, только головы выкидаете. И, например, они, если вы свежими купите, 5 евро килограмм. Свежих, экологично чистых креветок. Так, вопрос следующий. Да, отвечали. Знаешь, что не нужна виза. На сколько стоит перелет в Албанию и обратно? Говорили уже. Если говорить на первые даты, то сейчас можно полететь за 249 долларов туда и назад на 20-30 число. Может, даже какие-то там изнижки будут на эти даты. Далее, креветок коштует десь 290 евро. В принципе, это недорого. Если лететь с пересадкой через Стамбул, то до 400 евро. Поэтому чартерный рейс совсем недорого коштует. Десь от 299 евро. Это в пик сезона. А с пересадкой через 100 евро? Сейчас, возможно, лететь через Туреччину, через Стамбул. Можно лететь через Брюссель. Можно лететь через Відень. Можливо, в ближайшем будущем через Белград. Но пока не лучше. Прямый рейс – лишь 2 часа. Лише 2 часа. Тоня пишет нам дальше. Собираюсь с подругой в отпуск. Но, как вспомню, что в Турции и Египте за порог выйти страшно, так и вздрогно. Как насчет безопасности? Можно ли ездить в такси, общественном транспорте? Это же больше мусульманская страна. И, кстати, мужчины к девушкам там не цепляются. У нас есть много забубон. Люди просто не знают про Албаню. Я скажу честно, я открыл Албаню для украинцев. Я был первый, который начал делать туди тури. Першим сделал чартер в Албаню. Я в Албані уже занимаюсь 5 лет. Я поверил в эту страну. Знаете, страна очень бурно развивается. Албаня, как на меня, на сегодня одна из самых безопаснейших. А, возможно, безопаснейшей страны Европы. Одна из безопасней страны мира. Вы можете спокойно оставить свои вещи, деньги, телефоны. И никто их, если наши, или кто-то там не вкрадут, то нигде они не пропадут. И вот много зерок, которые летали в Албаню, они рассказывали, как они на пляже, оставили все вещи, 2-3 часа плавали, приезжают и все есть на месте. И другая проблема, что туристы, когда наши наши оставят в ресторанах, например, телефоны, ну вы знаете, они расслаблены, телефоны, айпеды, компьютеры, главное, чтобы они памятали, где они оставили. Потому что они потом вернулись и заберут все. И, вы знаете, албанцы, ну они такие добрые люди, они шукают наших туристов по всему отелю, чтобы сказать, что вы забыли телефон, вы забыли компьютер. Это очень безопасная страна. Далее. Ни в никаком разе не можно сравнивать в Албаню с отдыхом в Туреччине или Египте. Вот действительно правильно сказали, что в Туреччине или Египте вы в золотой клетке, и вы идите страшно. В Албаню это европейская страна, это развитая страна. Больше сравнивать с Францией треба, с Грецией, с Италией. И где вы виновата, тут даже не основной готель. То есть вы вышли за готель, вы гуляете, хотите, до раннего можете гулять, никто вас трогать не будет. Человеки не чипляються, как в Туреччине. Потом не чипляються всякие в магазинах продавцы. Давай, заходи, Наташа, Таня, давай, дорогая. Ни хто не трогает, ни до кого не чипляються. Человеки албанские, они знакомятся с нашими девчатами, но культурно. Если девчина сказала, что не хочет, все, они отходят и все. Вы знаете, что человеки в Албании больше, чем женщины. И человеки очень хорошие, они очень хорошие семьяни. И родинские почутки, родинские отношения очень важные для них. Наших девчат на руках носят. И те, что это мусульманская страна, это тоже забубона. Насправді ж, головная релігия в Албании это сама Албания. Как мы в Украине говорим, что Украина более всего, так и в Албании. Дуже много есть смешанных родин. Например, он католик, она мусульманка, а сын у них православный. И таких родин очень много. Они ходят один-другой. Все свята отмечают, на Різдво свинина на столе стоят. Это не мусульманская страна. В Франции можно сказать, что это мусульманская страна. Туреччина очень мусульманская, если сравнивать с Албанией. Албания – это святая страна. И еще, знаете, вот такие факти трошки про Албанию. Вы знаете, что Албания уже входить в НАТО. У Албании безвизовый въезд в все страны Европы, ну Шенгенской зоне, кроме Великобритании, это не Шенген, кроме Росии, Белоруссии и Украины. Мабуть, мы тоже не Европа. Так что Албанцы уже давно нас обогнали. Албания уже давно попереду. Ревень життя уже набагато выше, чем у нас. Поэтому это нужно помнить, что вы едете не в какой-то забитый края, вы едете в цивилизованную страну. Ну вот сейчас я читала, что Рамадан наступил, да? В Албании там нет? Такого, что невозможно покушать днем? Да нет, ну какой Рамадан? Ну нема Рамадана. Но есть люди, которые, например, и у нас, где много, есть мусульмане, которые, ну, это все не в свято, они в день не едят. Но в Албании, ну, там тоже есть люди, ну, действительно такие верующие люди, но нет такого, что вы не можете поедать, вы не можете пить спокойно. Вот сейчас наши туристы, вот там спокойно едят, отдыхают. Вы знаете, вот когда мы подружим в Албании, мы больше бачим православных церков, я уже не говорю за католических, их еще больше, чем мечети. То есть мы больше христианских храмов бачим. Поэтому еще раз повторю, Албания – это не мусульманская страна. Еще тут Тоня спрашивает, как в Албании с развлечениями? Танцы? Главная развлечения – это море. Вы знаете, когда туристы спрашивают, а басейн есть? Да, здесь басейн есть, но главное – это море. Кино в вечере очень хорошо крутят, каждого дня. Захид сонца над Адриатичным или Адриатичным морем. Каждого дня серия все интереснее. Каждый – это море. Также, поездки, на экскурсии. Есть экстрим. Полетать, это параглайдинг, например, рафтинг, дайвинг развивается, в горы можно пойти. Ну и, конечно, кто кому-то интересует ничное життя, то дискотеки. Багато дискотек, и, что интересно, что дискотеки в закрытих таких ничных клубах, чтобы шум не было, чтобы не турбовать отдыха. И вход на дискотеку, где же коштует 3,5 евро на людину, и это вход плюс один тринк. Так что дискотек все добре, все безопасно, все мирно, поэтому рекомендую. Что касается дайвинга, есть ли там, допустим, какие-то подводные развалины, которые можно под водой понаблюдать? Значит, дайвинг только развивается, но есть старое место, где-то античное, где-то под водой, есть даже какие-то корабли, где-то плены, где-то печеры, но это все только-только развивается. У меня ездили профессиональные дайвингисты, и, вы знаете, им очень понравилось, потому что это необычное. Юлия спрашивает, планируешь семейный отдых с детьми? Есть ли там пляжи для детского отдыха, где чем примечательно? Было очень много вопросов по поводу детского отдыха. Я, например, думаю, что, ну так, ехать и отдыхать с детьми, и нужно ехать с детьми не окремо. Чому? Потому что вы рассудите, потом с батьками не захочут ехать. Поэтому нужно ехать с детьми. И на какой бы курорт вы не поехали, будет цікаво. Давайте я сейчас расскажу про курорты Албании, или какая там разница. Дурис, 40 км от аэропорта, это адріатичное море, это песочек, это такой пологий вхід в море, то есть для детей как раз. И море, ну, лучше прогревается, оно теплее, и море очень много йода. Также, если говорить про Дурис, там троше певденнее, есть голем, маленький роберт, там еще сосни. И вот являйте, когда вы в соснах, немае спеки, ну, взагалі, біля моря немае такого спеки, это повитря, сосни, плюс море, йод, это очень классно для детей. Поэтому для детей, я бы рекомендовал саме Дурис, точнее, біля Дуриса, Малит и Робит. В готеле есть 2-3-4 зерки, даже в готеле 2 зерки, они нормальные, они хорошие, я тоже в этих готелях жив, я там був, я всі готели подивився, так что все нормально, все доброе. Наступный курорт в Льора, ехать 2,5 години, там есть и песочек, адріатичное море, а есть маленькая така галочка. И, в принципе, диткам тоже там хорошо, добрый, нормальный вход в море, море теплое, море очень чистое, единственное, что нет таких, аквапарков, нет таких больших центров для детей, но это плюс, потому что родители занимаются своими детками, они разом отдыхают. И вот, если говорить про Саранду, то там пляжи, в основном, галочные, но, опять же, тут галька, здесь где-то песочек, тоже можно выбирать, можно пойти на любой пляж. А вот есть еще одно место в Албании, называется Ксамин, это Багами, Сейшели, Мальдивы, Бали, Корсику, что вы называете. То есть там, около 40 пляжей, есть белый пляж, есть белый пляж, есть белый пляж, есть галочка, где-то там каменный пляж, все пляжи разные, ризные, ризноманитные. И вот там, для детей вообще рай, потому что это такое село, как селище, можно сказать по-нашему, тиша, спокойно, и вообще туда поехать с детьми, одна на село. В Ксамиле там развита структура отелей, если это поселок? В Ксамиле, есть много отелей, есть апартаменты, и вообще туристы могут выбирать або поездить в отель, або поездить в апартаменты. В апартаменты, вы сами себе готуете, вы пішли, вранца купили на базарчику рыбку, вы купили креветки за 5 евро, когда хотите, тогда приготовили есть, и готовите то, что вы хотите, ходите по ресторанам, все есть, есть сервис, есть апартаменты, есть готели, все есть. Единственное, что на липень, серпень, нужно уже сейчас бронювать, потому что это пехсезон, понимаете, в любой стране мира нужно бронювать за вчасно отпечаток, вот на этот час. Вы говорили о стоимости перелета, сколько примерно стоит номер в отеле? Все зависит от даты, в принципе, от 20 евро за людину и выше, но есть даты, когда стоит дешевле, это рынок, понимаете, когда, например, продается, там готель продается, гарно тури, цены ростут, где погано продается, тогда цены туроператоры, и готели, трошки спускаются, чтобы все продавалось. Поэтому я говорю, кто хочет поехать недорого, тогда рекомендую 20 червня або 30 червня. Далее цены ризко идут вверх. Елена спрашивает далее, какие сувениры можно привезти из Албании, что стоит посмотреть обязательно в стране, может посоветовать какие-то экскурсии? Что привезут наши туристы? Первое за все это впечатление, очень впечатление, душевный спокойствие, сувениры, смачные сувениры привезут, оливковую, сир, как бринза, потом фрукты, даже овощи наши, некоторые туристы привезут домой, помидоры, потому что они очень вкусные. Знаете, как в детстве, когда я пошел на город, взорвав помидоры, вот и везли. Также коньяк с Кандербек, я не говорю про тарелочки всякие, знаете, там стаканчики, ну цього вистачає, какие-то три речи, ну там футболки, какие-то национальные прикрасы, и, вы знаете, у них очень много прикрас из сребла, таким как мережевого, очень хорошо, очень классно выглядят. Также, в зависимости от того, який там сезон, ну там от меняется, от инжир, я знаю, ну фрукты, от инжир, дуже дешево, 1,5 евро кг, таке что-то смачненькое. З экскурсии, в зависимости от того, где вы отдыхаете. Если вы отдыхаете в Дурисе, обовязково треба поездить в Шкодер, в фортец, який там 2000 роков, в Круя, середньоречное место, и вот в Круя найкращие сувенеры в Албании, и, может быть, и найдешевшие. О, до речи, еще Ракия, такая горелочка, тоже везут наши туристы. Но лучше там все на месте, пробовать, дегустовать, потому что 23 кг можно везти, там всякие ножи, какие-то там купуют. Також, если вы отдыхаете, если вы отдыхаете в Сарангеве, то обязательно нужно поездить в Блокитное Око, это такое джерело, которое где-то 50 метров есть, вода там неимоверного кольора, вода, правда, 10 градусов, можно купаться, но это молодильное джерело. Цикавое место Джорокастра, также Бутринт, памятник ЮНЕСКО, поездить на Корфу, а еще из Дуриса рекомендую поездить в Косово. Правда, чтобы поездить в Косово, нужно иметь место в Косово или мультивизу в Шенген. И вы тогда увидите, как и Косово уже далеко попереду, какие там дороги, какая там, ну и, звичайно, краса, какие там цікавые места, и природные заповедники, ну, очень красиво. Біля Вльори я рекомендую поехать на Караборун, півостров, я сам планирую в ближайшее время туда поехать, и там такие печери, пляжи, это что-то неимоверное, что-то неимоверное, это не передать словами, эту красу, колор моря, песочек, ну, это нужно только почувствовать. Ну и, звичайно, что из Дуриса можно поездить на озеро Коменд, и озеро Коменд, это как фьорды в Норвегии. Ну, краса тоже неимоверная, неимоверная. Следующий вопрос у нас от Светланы. Мой брат любитель экстремального туризма, что в этом плане может предложить Албания? Вот мы уже говорили о парапланах, и ударингах, кстати, скалолазание там развивается, там же горы. Скалолазание там развивается, ну, тут больше, знаете, походы в горах, пешеходные, также еще рафтинг в несколько местах, есть речка Вьоса, больше он такой спокойный, это, знаете, как сплав третьего уровня, рафтинг, и вы смотрите, очень хорошо, так, а есть еще в таком каньоне, и вы в этом каньоне тоже, ну, это рафтинг, або, або вы можете, знаете, вас одягают эти костюмы шолом, и вы пешки идете, вот вы идете пешки, дивитесь в каньоне, в справжнем каньоне, где-то вас там несет, где-то вы попливли, где-то там без водички, где-то муляка, где-то под водоспады проходите, это надзвичайно, пройтися в каньоне, вот так, даже без човна, так, пешки, где-то плавить, это, вот я сам на собе это все попробовал, и снял, до речи, про это ролики, это что-то неимоверное, неимоверное. Ну, кстати, для многих людей, которые открывают страну, они смотрят передачу, известную Орелу и Решка, да? Орел и Решка снимали в прошлом году Албанию, и Леся рассказала про полеты на параплане, что ей как-то там не очень понравилось, за этот год что-то поменялось, вы говорите, что очень быстро развивается страна. Вы знаете, я хочу поехать и снять, как насправді, какие классные эти полеты, насправді, воно злякалося и не полетело, потому что, и совсем не показали, я ничего не хочу сказать поганого, про эту программу, но, на жаль, они не показали красу краюни, они не показали цей перевал, где она должна была прибегать, стрибать, летать, это надзвичайно красивое место. Я вам скажу больше, я поехал на рафтинг, Леся тоже сказала, что рафтинг очень плохой, и я сделал несколько фотографий, я даже снимал видео, некоторые моменты, сравнивали, какие были в этой программе, и для своей программы «Феерия Мандрия». Так вот, есть одна такая коряга, одна дерево, где сидит Леся, и там что-то ждет, и совсем ничего нет, я эту корягу снял только на 180 градусов, да, краса неимоверна. Тобто, вы знаете, телебачение и средства массовой информации это наши друзья и наши враги. Поэтому можно показать очень плохо, можно показать очень хорошо. Поэтому, я рекомендую, я рекомендую и рафтинг, я рекомендую польоти, как мы говорим на вельтоплане, это парагландинг, я рекомендую дайвинг, поверьте, что Албаня надзвичайная страна, и она набагато красивее, чем много соби уявляют. И еще горы, горы очень красивые, 70% Албании это горы. Вот я походил в горах, я видел водоспады, реки, каньоны, я ночевал в горах, это что-то надзвичайное. Такое впечатление, что я был где-то в Швейцарии, где-то в Австрии, знаете, это надзвичайное, только набагато все дешевшее. Идем